Время 20.06 Вомния, альтиплану. Альтиплану, да. На самом деле мы еще до конца все не сняли, мы еще тут неизвестно сколько будем снимать. Я не просто где-то там пью водки и чай, мы еще и долго работаем. Так, Александр, давай рассказывай про этот чай. Ну что ж, вот свежий напиток у нас на столе, он должен быть чайного цвета, но сейчас присутствует небольшая зеленца. Это говорит о том, что чай еще не выстоялся, ему нужно где-то месяца 2-3 для того, чтобы слегка почернеть, я имею ввиду настоя в конечном итоге, да. И обрести вот тот самый характерный аромат, за который его так любят ценители, скажем так, этого напитка, продукта. Я рекомендую немножечко добавлять сахара, ну кто и не ест сахар, чуть-чуть меда. Идеален мед, который не содержит, который не имеет своего собственного вкуса почти. Такой как виноградный, акациевый. Мед кипрейный идеально просто подходит для питья. Чуть-чуть его стоит добавлять либо в чай, либо кто не любит, кто хочет сохранить целости и сохранности продукт, соответственно пьет в прикуску. Обращаю внимание на то, что во время заварки должна образовываться обязательно пенка. Она такая густая пенка белая, но сейчас она уже осила, улетучилась. Да, это говорит о том, что чай насыщен эфирными маслами. Это не что иное, как так называемые чайные сливки. То есть во время заварки эфирные масла скапливаются на поверхности. Ничего себе. Да, на поверхности и образуют вот такую характерную пенку. Это не должна быть рябь, это именно должна быть пенка. Рябь говорит о том, что вода либо недокипячена, недоварена, либо она может быть слишком горячая. То есть эфирные масла могут быстро улетучиваться и образовывать такую не очень красивую рябь. Именно густая пенка. Густая в смысле? Как крем густая или какая? Ну, скажем так, как, наверное, порошок стиральный образует пену, может быть не такую густую, более разреженная она должна быть, да? Но по краям вы обязательно ее увидите во время заваривания. Это говорит о том, что продукт качественный, сделан правильно, не пересушен и содержит все полезные вещества. А в данном случае полезные для Иван-чая, то есть Иван-чай как продукт. Вот. Что еще можно сказать? Ну, как мы уже говорили, чем дольше он стоит, тем становится лучше. Если сегодня на дворе у нас июль месяц, ну, практически почти середину, да, то хорош он будет для питья уже где-то в конце августа, в середине сентября. Ну, чем дольше он будет стоять, к концу года отчетного, то есть где-то к июню месяцу, он будет вообще шикарным. То есть это будет идеальный напиток, который можно хоть куда посылать. Понятно. То есть чай должен быть прошлогодний? Желательно, да. То есть это лучший вариант. Правильно хранится. Да, и правильно обязательно хранится. То есть он должен храниться обязательно в герметично закрытой банке стеклянной, это лучший вариант. Либо в специализированной упаковке. То есть желательно, чтобы она была металлизированная, фольгированная. В этом случае он сохранит чай, сохранит все свои наилучшие качества и свойства. Кроме того, внутри, в такой вот хорошей упаковке происходит доферментация. То есть вторая ферментация, которая и придает ему уже окончательный округлый фруктовый плюс с нотками чернослива, иногда сушеного яблока, с характерным цветочным иногда ароматом. Многое зависит от того, где чай собран, в какой местности, на поле, в лесу, ну естественно, о том, чтобы собирать его под лэп или у обочины дорог, речь не идет. Он там имеет... Помоечек там... Слушай, ну там очень пусто растет, но поверьте, это не наш вариант, это ересь. Понятно. Понятно. Ничего себе, это все достаточно долгий и трудный процесс оказывается. Да, и достаточно утомительный. Достаточно утомительный. Я снимаю здесь, я говорю, мы провели целый день, и он еще не закончился. Да, не было возможности даже... Так это мы еще не работали физически, да, мы только смотрели, как люди работают. Я хочу подчеркнуть, вот как резюме нашей сегодняшней съемки, работы, что это непростое дело, действительно непростое дело, сделать, создать вот этот вот удивительный напиток. Так, повторюсь еще раз, что мы очень радуемся, если получается этот напиток делать и у других. Мы с удовольствием поделимся некоторыми секретами с производителями. И, конечно же, ждем интереса со стороны покупателей к этому продукту, который создается, поверьте, любящими руками и с целью влюбить в этот напиток как можно большее количество людей. Совершенно верно. Пейте чай с нами, пейте чай вместо нас, пейте наедине с друзьями, большой компанией и с самоваром. Отлично, да, ребята, я вам желаю действительно захватить этим чаем весь мир, вот, потому что мы должны ставить себе амбициозные цели. Напиток действительно, чай получился классный, там вот в баночке, который вот в стеклянной был, там я не знаю, когда он был изготовлен, там я действительно, были четко выражены фруктовый запах у него. Четко выражен, в маленькой баночке, да, 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 я не знаю. Совершенно верно, да. Нынешний чай он просто просто уже несколько дней. Начинает меняться где-то через неделю-две после того, как его закроют в герметичную баночку покупки. Главное, чтобы он не недосок и не пересок. Золотая середина. Кстати, сейчас пора доставать чай из печки. Да, мы пошли, мы пошли работать.